слышно меня или нет так есть до талия слышно все спасибо значит запись пошла сегодня мне помогает здесь алексей дьяков спасибо алексей заранее чтобы не забыть поблагодарить вот сегодня всемирный день друзей поздравляю вас всех с этим делом не забудьте своих друзей всех тоже поздравить кому можете обнять итак поступаем сегодня к теме как всегда значит немножко будет немножко будет вопросов информации в общем всего понемножку и по тематике значит что с чем хотелось бы с вами поделиться прошел прошла и обучение и конференция в литве вильнюсе в эти выходные значит очень хорошее обучение было обучающим тренером был режиссер и классный вообще в странах балтии да не только здесь он и в россии как бы работает я забыл он латыш сам по национальности вот он обучал мастерству подачи информации маркетинговой информации так далее причем это мы тестировали отрабатывали именно на примере на примере наших нашего продукта причем нашего продукта в новой его трактовки об этом и тоже сегодня как бы по результатам ребрендинга будем говорить продукт не меняется меняется к нему отношения скажем так вот и наши возможности или по крайней мере обязаны будем более внимательно относиться к тому что слетает с наших ус это очень важно 5 и этим ну как бы руководствоваться об этом и тоже сегодня поговорим вот теперь поскольку поскольку готовится и находится в различной стадии различные пакеты обучения об этом тоже мы слегка сегодня поговорим вот и как это вписывается в наши последующие действия потому что раньше вот мы обещали обещали сейчас вызывалась в особенности в условиях ребрендинга как мы это дальше делать будет не было бы худо да не худо под повезло скажем так хотя все само по себе ничего тут плохого нету но есть и некоторые процессы которые не совсем нам благоприятны в особенности значит на финишной прямой нашего марафона скажем так на этом в этой фазе марафона или на этом первом марафоне вот таким образом начнем значит может быть а еще про по информации на счета вильнюс теперь что дальше буквально сегодня вот вернее с ночь сегодня на завтра я пять часов сажусь на полета улетаю франкфурт через франкфурт мы этим вместе с франтишеком соларом в нигерию в лагос вот где будет мероприятие для нигерийских кредиторов причем там будет интересные несколько встреч с крупными ключевыми возможными инвесторами ну скажем так они уже больше возможно чем невозможные вот будет там обсуждение и механизма как мы дальше сотрудничать будем там дело очень серьезно закручивается только мы вернемся оттуда улетим и скорее всего следующий вебинар это будет там какого-то там по 12 числа нет я буду вести где-то в пути одним словом я смотрел по этой самой по 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 календарю мне придется откуда-то в пути вести таким образом впереди до конца года еще много дел сегодня по моему заканчивается пятого числа до заканчивается у нас 13 этап и об этом тоже еще пару слов таким образом пойдемте дальше вопросы денис задал вопрос а наследовать доли можно юридическом лицу например ну знаете например можно годно можно вы знаете что наследовать можно пардон и и своей домашней скотинки что делается вопрос только в том что что это будет и как это будет выглядеть это очень спорный вопрос вот наследовать в принципе можно юридическому лицу но вы же понимаете что юридическое лицо стоит на 3 на 4 или на 5 линии и любой из родственников может это дело оспорить поэтому тут надо думать стоит ли наследовать юридическому лицу вот такое дело лучше дождаться и не спешить наследовать так многие задают вопрос будет ли продлить срок перехода приводит причину что были сбои были проблемы с перечислениями там кредитов и финансирования вот по всей вероятности не будет 99 процентов что не будет но будет будут да будет дан интересный пакет который покроет как бы вот эти но в невзгоды лети скажем неудобства которые возникли здесь на и там ничего сильно жалеть будет так объявлено будет отдельно насколько я знаю я некомпетенте об этом будет говорить изучив белую бумагу сможете установленный срок обновить свое свое авто олег поговорим на эту тему вопрос там такой интересный всех волнует не всех некоторых волнует когда я сменю свою машину я и кстати ремонт отвез не ремонт а там настройку значит но уже старенькая больше 300 тысяч на ездила километров 306 тысяч вот я съездил вильнюс еще 2000 добавилось так теперь следующий вопрос к этому чуть-чуть вернемся еще обратно олег если не забуду как и насколько ребрендинг значит будет влиять на нашу деятельность там ну там что такое ребрендинг это и внесение изменений в название компании корректировка сайта рекламы рекламной информации подачи рекламы подачи информации вообще как таковой где что как можно говорить будет влиять на нашу деятельность будет влиять но в хорошем смысле этого слова у нас скажем так сильно ничего меняться не будет только будет правило игры и выражение которыми мы пользуемся надо будет очень четко за этим следить вот об этом я тоже сегодня дальше буду там на несколько ли на нескольких схемах показывать рассказывать так дальше а вот был вопрос возник задавался вопрос там через посредство других членов что возник такой вопрос у наших коллег что чё тут масло опять нарисовал здесь было 60 до 19 год 13 этап 60 до вы знаете я просто взял ну бывает самая проруха и на меня кстати не единожды вот что достаточно большой пакет там человек по 50 тысяч платил и вот этот мой товарищ который называл да вот я взял у него тот пакет тот дискон который у него был но 350 тысяч там было по моему больше даже ну вот фактически средний дискон 40 это сильно не меняет если здесь бы 195 теперь 192 раза понимаете в его случае капитализация изменилась по сравнению с 2015 годом понимаете 6000 я взял только по 1000 по 1000 чтобы проще было понимать вот взял фиксировал этот вклад у него значительно больше вклад это сделать такой ну скажем наглядный пример просто на его базе чтобы ничего не выдумывать вот что у него хорошо как раз было примерно так вот и рост капитализации инвестиций то есть он инвестировал его я там покажу что инвестиция сначала кредит потом кредит когда он превращается в инвестицию вот в разах 192 раза по сравнению отсюда досюда за эти годы еще 2020 год не наступил фактически эти этапы тоже не наступили но он инвестиции уже сделал понимаете или сделает вот буквально с временем я взял просто наглядно там этот эту срочку и здесь я тоже изменил процент чтобы правильно и лучше понимать то посчитав по месяцам получается 50 процентов месяц где вы такой бизнес еще найдете да конечно это не ликвидный бизнес это не такой бизнес что ты вчера вложил и сегодня можешь этим пользоваться но тем не менее то что ты вложил она таково и без всяких дураков мы это видим при плюс ладно цифры я сюда добавил еще значит ты еще капитализация чем она выражается я повторяю это специально чтобы вы люди понимали и не говорили бы в интернете ну неких скажем не бывало небылицы и глупостей сооружение экотехнопарков здесь на 16 год это была капитализация да капитализация дальше шел прирост экотехнопарка его на наращивание я еще вот буквально недавно мне попалась в вильнюсе мы рассматривали там фотографии значит фотографии где анатолий эдуардович вкладывает капсулу времени в землю экотехнопарка в две тысячи пятнадцатом году в августе месяце понимаете там вообще ничего не было здесь была только технологии дальше 17 год уже экотехнопарк начинает функционировать оборудование закупается лицензии куплены далее еще больше здания сооружения оборудование сертификаты это все имущество дорогие друзья это есть капитализация это не какой-то бла-бла-бла кто-то где-то чего-то нарисовал это вот лопата так она стоит в углу лопата понимаете прирост активов активы приросли приросли что это такое это балансе мощный прирост было задекларировано зайдите посмотрите на сайте головной компании извиняюсь за у струнной технологии стучите введите его в интернете есть у всех доступ к балансу за тот год плюс то что было объявлено в головной компании по поводу имущество как оно приросло и каково его состояние на середину этого года больше 50 миллионов производственные знания экотехнопарк инновационный парк в шарже проекты строительства доля рынка skyway global токены это тоже капитализация дорогие друзья поэтому процесс идет эта таблица она я ее прошу пользоваться нет для того чтобы как бы размахивать и говорить но для понимания что мы нормально и поэтому этапы 14 15 дай бог нам пятнадцатом этапе тоже поучаствовать если его не перекроет мне в вильнюсе спросили а сколько нужно что перекрыть я думаю так чтобы перекрыть 15 этап нужно инвестиция 200 миллионов вот это мой прогноз если или когда если когда один или два инвестора говорят мы закрываем это дело то дело и закроется и это вполне реально я не вижу здесь никаких возможностей поэтому достаточно скоро дорогие друзья как один не товарищ назвал горит ну вот я инвестировал для него это тягомотина для кого это бизнес причем очень хороший бизнес я вам повторю значит ошибки которые люди делают во вьетнаме во вьетнаме начали там подлавливать инвесторов кредиторов топ эксперта ну вот подошли к нему с вопросом вот и топ эксперт расскажи пожалуйста какой как ты но что-то от этого вообще имеешь от этого процесса и он давай хвастаться то что чуть ли не не 10 долларов в день может заработать понимаете да конечно там были такие периоды когда очень большие инвестиции делались у некоторых топ экспертов но в день там 10 тысяч конечно сказка то хвастаться не надо того чего нет потому что а там пошло начали рисовать к курицу несущую золотые яйца в общем там целый цирк вот мы сейчас едем во вьетнам летим даст бог значит все нормально тут будет с билетами и прочие дела с францишем соларом одним из вопросов во вьетнаме будет именно выступление в телевидении и показать что есть что и об этом мы тоже сегодня еще поговорим и это очень важно понимать так так всем привет да далее далее друзья не постесняюсь и не поленюсь повторить забудем третью фазу две фазы первая заканчивается все вот она уже здесь было что важно сертификация skyway технологии или инновационной технологии с в технологии выход на рынок подготовка на рынок мы идем дальше первое это освоение рынка транспортных систем вот в этот период как минимум может быть это и больше чем 30 до 35 года второе это новые технологические проекты skyway развитие его да и вывод акции на ipo трудно сказать что там после а первое c или b вот и естественно запуск платформы блокчейн значит sky sb global токен это очень важно вот та среда в которой мы функционируем и прошу это четко понимать потому что на этом базируется все наше дальнейшее действие это тем кому интересно а кому не интересно это дело просто понимаете что в пространстве такие возможности есть я вас ну могу не пугая сказать что идет и кто не осознал тогда про постарайтесь осознать или по крайней мере зафиксировать у себя что идет мощнейший с как бы процесс смены как бы концепции или логики бизнеса многие просто вот шалеют потому что компании тут у меня есть партнеры которыми раньше работал они часто обращаются с вопросами спрашивают владимир что делать вот такие вопросы задают как быть потому что предприниматели руководители компаний не могут уже ориентироваться они видят что старые старая логика предпринимательства рушится на ходу банки просто предупреждает если есть какие-то там скажем сомнительные как сомнительны условно сомнительны там из россии или откуда-то переводы там какой-то бизнес все они в счет начинают закрывать что делать дальше понимаете то есть сейчас очень много изменений это так по-крупному а нам кто мы занимаемся как бы пытаемся или хотим заняться бизнесом инвестиционным бизнесом и бизнесом как таковым не только инвестиционным надо понимать как это день как действовать чем пользоваться и прогноз о том что начиная с 2017-18 года интернет бизнес будет просто ну как бы взрывно развиваться он подтверждается сейчас просто интересные данные но это не тема нашего сегодняшнего вебинара я поэтому надеюсь не буду заостряться теперь следующее дорогие друзья смотрите что очень важно понять существо дело и как нельзя манипулировать термином вивей видите здесь наверху написан да термином skyway есть технология skyway св да есть таковая она принадлежит можно сказать и говорить что кто хочет с ней ознакомиться пожалуйста обращайтесь к основному сайту головной компании которая владеет технологии skyway нам туда не соваться можно свое представление но не афишировать им нигде не выставлять как я понимаю skyway и так далее это все может быть очень плачевно кончится вплоть до судебных или материальных санкций понимаете да пользоваться технологии больше нельзя я сейчас объясню почему потому в первую очередь что технология и ноу-хау skyway это одна сфера которая существовала но мы ее связали с процессом кредитования проекта skyway какое-то время шли об этом уже говорилось больше года назад что это надо разъединить здесь между собой понимаете потому что как только здесь мы набрали много уже скажем так виси висячих нареканий нападок и прочего дела а кто-то знакомится с технологией о это skyway это такая ерунда там у них такая каша они там пирамидят там их все обвиняют они там с финансовыми инспекциями никто же до конца не разбирается и и получается как в том анекдоте который я всегда повторяю что был случай значит что у иван ивановича сперли шубу понимаете в раздевалке в театре взяли стащили а потом когда его нужно было куда-то там назначить выше кто-то на собрании поднял в президиуме руку и говорит вы знаете я конечно не знаю но я вас должен предупредить что он хороший человек но вот он связан с кражей шубы я точно не помню то ли у него стащили то ли он стащил но давайте на всякий сего не выдвигать понимаете то есть вот точно та же самая история может или вернее срабатывает здесь и во вьетнаме сейчас нам придется очень много чего поделать чтобы этого всего не было хватил 1 а вот значит в отмеску за то что ему не удалось договориться со своим другом сказал я тебе покажу что стоит твой skyway попытался там размазать хотя в основном опирался на то что делалось со стороны наших так называемых партнеров из бывшего свига теперь его уже нету как таково переименовали его они уже сделали брендинг вот и это все очень чревато поэтому еще раз разделяется это есть основная причина дальше я еще по манипулирую покажу что здесь разделять технология это одно процесс кредитования проекта скорее все он уже не проект мы кредиту и инновационную технологию все и кредит как таковой он сначала кредит с момента до момента пока человек не нажимает кнопку что он забирает залог который он получил под начала кредита если он по пакетом через прокет кредитует тогда превращается в инвестицию причем инвестиция внутри компании не традиционная скажем это не является инвестиционным бизнесом в понимании значит которая требует регистрации этого бизнеса в различных там органах налоговых и финансовых это инвестиции внутри компании которая сначала прогритовал дальше проинвестировал и эта логика тоже в какой-то степени будет у нас меняться поэтому здесь очень важно это понимать дорогие друзья так и еще раз об этом уже говорили но еще раз значит вот этот наш процесс о котором мы сейчас говорили евразии на русском и систем холдинг инвесторы через платформу инвестиции с вц компания так и будет теперь называться с вц будет объявлено значит social world society скорее все будет это название но я не беру сейчас утверждать давайте не будем за него цепляться я пока просто обозначаю что это с вц wc компания будет называться и дальше будем смотреть что мы будем делать сайт будем исправлять и так далее агент гарант эта компания остает в какой-то степени но не эта компания а именно ею выбранная другая компания которая осуществляет вот эту деятельность если вы посмотрите в договоре кредитования под залог там иная компания зарегистрирована на островах она это дело осуществляет как бы оперирует счет этой платформы или по поручению этой платформы и в контакте с жить я и из евразии андреаловской систем холдингом но как я говорил топчатся инвесторы которые очень являются очень ключевыми вот для них очень важно какие условия они вообще не хотят слышать о том что какой-то процесс тут происходит это ваш бизнес вы его привели давайте как бы разъединять мухи отдельно котлеты отдельно вот и поэтому здесь значит что сейчас у нас где-то около 100 миллионов условно не цепляйтесь за эти цифры я нигде ничего не считал я так экспертно оценил и необходимо еще 200 миллионов может быть чуть больше может быть чуть меньше то трасса в той логике которая необходима в объединенных арабских эмиратах это совсем не та трасса которая планировалась белоруссии она во первых длиннее во первых во вторых она в других условиях с другим объемом работ с другой рабочей силой будет выполняться понятно да вот и по другим условиям там масса других условий поэтому она естественно дороже она требует еще и значительно больше испытаний потому что там другие условия и это все следует тоже учить поэтому а осталось в основном это сделать вот теперь что будет владелец инновационной технологии дальше делать и как решить жить я видно будет на завершение проекта этих этапов осуществится и уже начатые строительные этапы я даже я вот на днях удивился когда мне сказали а чё это ты стесняешься все время говорили когда там бульдозер когда там экскаватор первый ковш поднимет да там не только первый экскаватор там уже целый ряд самых опор выстроенном но первом строительном проекте в объединенных арабских эмиратах так что этот проект тоже уже пошел и целый ряд проектов идет завершение проектировочных работ так что тут но смотрите но тем не менее что дальше мы здесь как были так и есть но очень важно то что ключевые инвесторы они делают целевые инвестиции они скорее все будет надо знать какие значит опционные условия они получат на акции gti евразии на релизе сенс холдинга чего для них это очень важно и поэтому этот процесс будет идти отдельно до 5 14 15 может быть только 14 это этот отдельно будут другие строительные проекты будут другие условия и тогда уже будет совсем на иных условиях будет привлекаться инвесторы кредиторы инвесторы вот из нашего сообщества скажем так и широкой сети и дальше делается это все и это часть то что мы вели ведем и будем вести но несколько иначе и то что здесь по целевым проектам появится может быть там еще решат что более расширить надо фазу 15 этапа но инвестиции падут от стратегических инвесторов это значит что и нам надо искать инвесторов которые могли быть ключевыми стратегическими инвесторами ничего страшного что и в этом процессе здесь тоже появятся таковы но этот процесс между собой скажем так его надо и здесь будет своя система но в любом случае и для этих крупных инвесторах и для нас мелких инвесторов которые народное кредитование или народное финансирование осуществляли в течение пяти лет важные акции которые выведены на биржу теперь оба значит маленький комментарий в сторону кто слышал кто нет слава богу слышал эту кашу которую излагал один из значит так называемых партнеров там или инвесторов или еще кого-то из бывшего свига значит он там заявлял что это стратегия в их компании выхода по выходу на рынок там выход на ipo одним словом через три месяца будет уже 30 долларов там чуть ли не не акции вот абсолютная каша понимаете дело в том что не с 30 всегда выводятся акции на доступ или ipo по номинальной стоимости в нашем случае номинальная стоимость доллар и рынок они кто-то там иванов петров хавратов маслов я не знаю кто еще там юницкий утвердят как ова стоимость будет рыночная стоимость этой акции рынок покажет причем наш доступ к этому рынку будет через 180 дней после того как он откроется мы 180 дней будем сидеть и смотреть как меняется номинально от номинальной зависимости от номинальной стоимости рыночная стоимость акции таковы правила и это надо знать 180 дней это как минимум полгода поэтому еще раз повторю всякие прочие сказки это значит инсинуации и спекуляции с фактами чтобы давайте быстро быстро бегите сюда к нам понимаете еще раз мы не приобретаем акции а мы кредитуем проект прошу вас выражаться правильно причем что только не услышишь в интернете я не буду говорить кто уже достигший человек достигший уровня эксперта вдруг перед большой аудитории начинает заявлять что анатолий эдуард чуницкий значит придумал технологию сковей капитал в тысячи то есть 2013 году начал ее внедрять в рынок но слушайте надо же думать о чем те люди говорят поэтому лучше не сказать чем пересказать понимаете так нет возмущению предела и так дальше дорогие друзья к чему как бы что вот в результате репрендинга что еще будет изменяться это уже точно кредитование проекта это есть оно было есть и будет его результате возникает у инвестора акции вот он кредитует возникает акции но плюс к этому сейчас будут комбинированные пакеты подготовлены кредитование как таковое кредитуешь ну условно говоря кредитуешь 250 получаешь бонусный пакет обучения понятно кредитуешь получаешь бонусный пакет обучения там условие будет изложен на котором ты можешь шаг за шагом используя эти пакеты предложенные по системе освоить инструменты скажем так интернет бизнеса и управление этим бизнесом 2 от 2 среза 2 как бы два модуля и об этом дивидендов хочется всем хочется я потом скажу вот поэтому это очень важно вот какая модель нас ждет деятельности далее что далее дорогие друзья надо же знать завершение проекта этапы 14 15 но начинается пакеты обучения вводится которые как я уже сказал инструменты бизнеса вводятся так интернет бизнеса и навык управления бизнесом далее параллельно мы знаем что идут строительные проекты проекты по инновационному транспорту созданию сети транснет видите нигде нет на одного слова про св и сопряженные экопроекты с которым мы тоже работаем поэтому тот кто освоил готов пройдет он вступает в индивидуальный бизнес или же участие команд проектах отсюда получается и естественно это все происходит ради открытия акции или открыто в их вывода на айпио или же дорогие друзья на платформу значит завис процесс понятно для меня тоже завис по непонятным причинам никто не дает ответа поэтому я даже выдумывать ничего не буду здесь будем ждать будем спокойно ждать значит что будет сказано потому что фактически по идее должна была бы пройти уже значит размещение и в принципе я не исключаю что может быть готовит вообще головная компания вот ключевых инвесторов через skyway или sv global токен и это говорит о том что начнет работать платформа платформа свг вот в той части которая является ее как бы капитализационной частью это автоматика управление всего то есть имущество на котором базируется эта платформа или и уже или и нахуй наука она делается но пока нет вот скажем конизма который был бы нам интересен и поэтому я не исключаю что одним из средств выведения акций или скажем их активации станет обмен науки раз вот и скажем ликвидность за счет токенов хотя с другой стороны можно сказать что ну да но какая разница значит манипулировать с одной стороны акциями с другой стороны токенами а деньги где зин в какой тумбочке поэтому скорее всего начнется с продажи токенов вот а уже как он пойдет там же ведь по белой бумаге там видно сколько миллионов надо первое второе там размещение предразвит предразмещение по моему так называлась вот собрать и там тогда видно будет это все до 1 июля следующего года если сроки не будут изменены поэтому этот процесс значит и нам просто остается сейчас ждать и поэтому вот вот что далее нас и ожидает так вопросы еще будем ли мы со владельцами проектах космический дорог и гумус все возможно людмила значит космические дороги это более отдаленный про проспект проект все человечество будет там с автором там очень большие деньги нужны вот это я думаю что будет планетарный проект он иначе не состоится хотя по суммам там можно и более деле ну как бы он не такой уж и большой по сравнению с тех как он мог бы быть но опять-таки кто раньше делал такие проекты потому эта сумма тоже такая ориентировочная расчет расчетная я думаю что он будет больше значительно по разным причинам сейчас не будет вдаваться поэтому наиболее близко наиболее близко да если мы посмотрим здесь смотрите вот по этой схеме в этой схеме то на и наиболее близко для нас сейчас вот вот этот период 20 35 год новый технологический проект гумус да вот я как эксперт вижу перспектива работы с гумусной технологии если поручить нам или скорее скорее всего скажем правильно так если владелец этой технологии главная компания даст такое задание то мы подготовим как бы механизм выведения доработки этой технологии доведение до рыночное состояние то есть для до ее использования одно хоро одно дело хорош говорить что у меня здесь стоит ящик гумуса есть технологии с другой стороны а как ты его увидишь на рынок и что ты будешь торпать и сколько ты можешь произвести на каком этапе как куда для чего как ее используют там тысячи один вопрос и этим головной компании некогда заниматься я уже не говорю о самом анатолий гадыч есть несколько партнеров которые потихонечку держат палец на пульсе не более как я понимаю поэтому договоримся будет и тогда естественно будет возможность войти в это дело естественно значит проекта гумус я так думаю что по всей вероятности до того как начнут строить большие трассы можно будет и нужно будет уже начинать строительство эко или так называемых линейных поселений и пред ну что ли предпроекты будущих линейных городов скажем так транспорт это средство и зная как будет развиваться транспортные трассы поселения мы уже можно будет начинать отрабатывать технологию первую очередь строительство эффективных эко домов на основе значит тех идей которые разработаны и уже что-то применено в экотехнопарке но там тоже много чего следует сделать и как эти дома куда выводить как их проектировать как получить разрешение на их строительство потому что есть новые технологии которые не применены я их тоже надо но скажем не лицензировать а по крайней мере получить на них технические условия чтобы их принимали потом они были бы приняты в эксплуатацию так ох татьяна сибирь значит возможно в компании только за токены возможно ли вход в компанию за токены нет компания нет я думаю что нет пока нет какой компания не знаю но могу сказать нет какую вы компанию хотите войти михаил сибирь многие не доживут до 35 году почему не доживут это так вы запланируете так так есть не ну кто не доживет ну что же поделаешь ничего страшного мир то продвигается дальше естественно кто-то уйдет кто-то не уйдет который родится и к уже будет 15 лет ему тридцать пятом году так что ничего страшного мир таков вот по крайней мере те кто уйдут уйдут со спокойной душой что они участвуют в таком важном деле и это тоже важно предложение по поводу выплат 70 75 плюс татьяна сибири логично было бы предоставить возможность обра обратно выкупа тем кто пришел деньги где взять понимаете деньги и структуру не в первую очередь требуется изменить изменить устав вузы не и став а внести изменения в став и принять решение и теперь представьте что это сделали и теперь начинается процесс с ключевыми инвесторами они начнут смотреть а что что тут произошло что тут жить я делаю а так она еще там приторговывает понимаете это надо очень осторожно делать все здесь татьяна сибири сибири можно различные модели как бы придумать я например могу извиняюсь я могу здесь сесть вам написать там любые но она еще это делать понимаете конечно хочется продать вот ведь понятно же что семьдесят пять сто лет и выше не сами регистрировались а дети либо внуки оформили на них инвестиции надо смотреть как больше компании пользу ну да а это именно те инвесторы которые верили на стартапе лояльный инвестор сасин это очень важно и это понимает компании поэтому естественно сейчас ну вот закончат они расчет тут не знаю ну что я могу сделать мы уже полтора месяца назад если не больше начале октября месяца уже почти передали значит модель как 75 плюс до 90 плюс это дело делать все акции сейчас очередь да да там примерно такая логика есть но небольшими порциями и ну там я уже боюсь давать какие-то обещания потому что уже от нас не так много чего зависит предложение мы делаем думаем на этот счет и я согласен с вами здесь есть что сделать вот но поскольку как я уже сказал нет худа без добра значит ребрендинг дает нам кое-какие новые возможности и поэтому скажем так вот этот компания свц 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 она будет заниматься она будет заниматься дальше тем чем она занималась до 14 15 этапа и в проектах других проектах экологических проектах а уже значит другая структура вместе с этой компанией будет заниматься отдельно обучениями и отдельными отдельными значит блоками и я не исключаю возможно будет скажем так пользоваться что-то придумать я боюсь что говорить мне уже шею за мои высказывания значит и мои измышления пока они нереальны поэтому не буду ничего объяснять лучше я промолчу 200 миллионов на 15 я не ослышалась да да правильно вы не ослышались на 15 этап вообще-то по бизнес-плану 25 миллионов на 14 25 миллионов на 15 этап но вы не ослышались я сейчас объясню почему потому что значит у нас тотально недофинансирование с одной стороны но с другой стороны у нас высокоскоростная технология не построена если мы посмотрели бы по значит по реальным затратам в бизнес необходимым затратам на высокоскоростную трассу на ее сертификацию на строительство сертификацию проектную часть сейчас она спроектирована и и надо только привязать чест к новым условиям эта часть сделана то там нужно было это до 100 миллионов еще которые не делались на двенадцатом на тринадцатом на четырнадцатом этапе то есть мы должны пристроить уже с 12 этапа высокоскоростную трассу но вы знаете кто не знает узнайте у партнера могу сказать что в белоруссии на этот счет нам тему закрыли значит это что нам предложили нам не подходило то есть не нам а головной компанией понимаете то есть не серьезно хотя там все согласование 28 согласование было сделано и 29 саване которого не нужно было она вдруг появилась и это значит был согласователь там какой-то значит пернатым по перелету пернатых плицы птиц советник при ком-то который сказал да там через то болото где-то значит не люди из из транспортников собираются провести трассу вот они там не смогут три делать потому что там они рядом раз у проводит хотя там масса разных вещей делать ну и так далее тогда это можно при этом эту тему юницкий об этом говорит послушайте его выступление не буду пересказывать и придумывать что-то вот поэтому из-за этого что там пришлось отказаться слава богу нашлись партнеры как партнер который сделал все для того чтобы появилась земля под эту трасс объединенных арабских эмиратах значительно длиннее чем не только 25 километров там длиннее различными частями вот и это потребует как я уже говорил значительно большей суммы то есть на мой взгляд я так думаю я не сильно ошибусь это мое притение необходимо еще до 200 миллионов примерно от 130 до 200 миллионов все зависит от того что и как там будет сделано первоначально было там почти 100 миллионов еще необходимо вот бизнес-планку так деньги они ослышал снег марине марин не ослышались олег плюс деньги превращены бетон и металл так их вернешь а зачем их возвращать они капитализировались олег уважаемый плюс значит они вернутся они вернутся через они капитализировались слава богу вот это все прозрачно они выйдут на не сегодня с утра не выйдут на открытый рынок цей или же буа станут значит более как бы возможность пользоваться и они станут ликвидными через токены не они превратятся деньги которые были вложены туда это значит это примерно было бы так же как я построил или вы олег построили дом до сделали его превращение превратили в кирпич и бетон вставили мебель и инстали думать а как же теперь эти деньги верну да никак не вернете вы можете просто рассчитывать что вы не снимаете у кого-то квартиру ежедневно не платить или извиняюсь ежемесячно не платите 200 долларов там или там я не знаю там сколько долларов за эту квартиру и складываете по 200 долларов ежемесячно кошелек все это такое как бы но упрощенный пример не более пока пока а дальше и вашем доме вы никогда дивидендов и получите разве что продав его это еще не факт понимаете что надо его ремонтировать и так далее в данном случае есть возможность того что я реально она капитализируется и вам показывал что уже даже к расчет на какая капитализация происходит если вы посмотрите снова ту таблицу которую я размахиваю который вебинар здесь исправляю шаг за шагом вот что она капитализируется инвестиции и это значит что возможность будет получить выгоду первую это действительно ту залог от залог который превратился в акции взять его значит и продать в конечном итоге сказать что уже сейчас значительно выгоднее нас в последующем этапе если такова возможность была была бы продав сегодня получить определенную уже дельту выгодно выгодно плюс дивиденды даст бог они будут будут никуда не денутся так и татьяна звери олег не превращены а вот капитализированы татьяна и теперь я вернусь обратно к вопросу который был в начале значит сейчас я посмотрю как он там звучал я обещал что я в конце любил свой может срок обновления со своего своего авто если я правильно олег вас понял сможете в установленный срок обновить я думаю что да я устанавливал срок 21 год если не ошибаюсь да я думаю что да каким-то образом я это сделаю так что никуда никуда не деться никуда не деться туда мы все идем так и что еще так дорогие друзья мне еще чемодан не собран не организованные у вас и вопросов нет я значит желаю вам с хорошей с толком и с расстановкой 13 этап перейти на 14 вот держать ухо на востре быть открытыми к обучению ждите значит информации и будет нам всем счастье поэтому благодарю вас за внимание желаю всем добра процветания вам вашим близким самое главное дорогие друзья это здоровье не мучте свой внутренний мир будьте открыты счастливы и активны и тогда будет все хорошо мы построим инновационные трассы создадим транснет и спасем мир а он действительно в очень нехорошим тенденциях находят с одной стороны но с другой стороны мы и нам подобные люди стараются его изменить лучшую сторону если это не делать то кто это сделает удачи вам всем всего доброго до скорых встреч спасибо спасибо